представляете как это будет интересно и красиво очень приятную трапезу для всей семьи и вот что у меня получилось хорошо покрываем соусом бешамель каждый уголок и фея на пасху имеет место сегодня утренний такой ранний всем привет приветствую вас своей гостиной прежде чем мы с вами приступим к пасхальному декору дома в доме нужно привести все в порядок вычистить и вымыть начну со расхламляем свои дома всем чем вы не пользуетесь полгода выбрасываем и освобождаем место для нового у меня расхламление происходит в течение года сейчас покажу по каким принципам у меня поддерживается чистота в организации шкафов и так далее сейчас я вымою окно она у меня выходит зимний сад поэтому я ему могу смело мыть но и к тому же у нас на улице плюс 7 так что если одеться потеплее нужно вымыть все окна патентинная будет готова к декору пасхи также мне нужно вымыть окно на кухне постирать там шторы но в шкафах не прибираться не надо а почему сейчас покажу идем на мою кухню и открываем любой шкаф ну например вот этот как видите она все само по себе в море да я вижу захламление какое-то в течение там времени так я не откладываю на потом я сразу же разбираю этот шкаф и все и он всегда а в чистоте и получается и в красоте самое главное не запускать и все поэтому убираться в шкафах мне ну абсолютно не нужно например вот этот шкаф все травы которые я использую фитотерапии там для печени почек неважно да все кладется на место поэтому всегда здесь все чисто открываю этот шкаф а кто-то разбирал посудомойку и контейнеры поставил мне на место сразу кладу на место таким образом разбираю все да и все сразу разбираем все кладем все по местам и все здесь тоже убираться не надо в течение там времени я вытаскиваю все протираю поэтому этого делать мне этого делать я не буду и тратить на это времени мне не нужно и также и в шкафах которые у меня где хранятся вещи одежда постельное белье неважно остров если есть возможность сделать остров на своей кухне я рекомендую девочки не пожалеете очень удобно но во первых раскатывать тесто готовить что-то как раз таки из теста дополнительный ящик для хранения что всегда не хватает на кухне вы можете на в этом острове вот так организовать все специи ничего не будет валяться по пакетикам и так далее купили контейнеры пересыпали специи вот в такие контейнеры что с ними будут ничего с ними не будет долгое время они вам прослужат все специи в прекрасном состоянии все на виду все что нужно не надо ничего искать рыться в маленьких вот этих пакетиках которые мы покупаем все видно организовать такую булочку можно и не только в острове а вообще выдвижном ящике своей кухни вот здесь все мои специи которыми я пользуюсь следующий шкафчик здесь у меня все для выпечки какие-то приправы ванилин желатин так далее да здесь у меня хранятся также все красители какие-то шпажки тоже для выпечки все находится в контейнерах все кладется сразу же на место когда все организуя вот все поддерживается в красоте и в чистоте главное свою кухню организовать по каким-то контейнером и все будет класться на место и ничего не будет валяться и загромождаться в шкафу следующий ящик откроем ой здесь у меня хранится коврик для выпечки формочки для выпечки вот теперь бабочки здесь лежат пока форма для куличей которая покупала в том году большое количество на озон поэтому мне еще на два года хватит вот так все это хранится плане опять-таки завала нет все видно все на своих местах ну а я начинаю мне нужно сейчас снять шторы постирать их так батарея чистая видите такая серая вода кое-где пыль вот которая смотрит мылась но и все в принципе мне достаточно мыть батареи два раза в год я это делаю весной и осенью он перед зимовкой и все я их не глажу потому что они сейчас влажные еще оттянутся и вообще гладить их не нужно будет что я делаю отодвигают диван он не очень тяжело отодвигается очень хорошо скользит так что не проблематично это сделать сейчас опять-таки снимаю шторы вымываю окна так как я купаю орхидеи видите на окнах здесь капли ну а без этого никак орхидеи купать надо такой некий каждый раз к раз в неделю я протираю батареи посмотрим чистые нет чем люблю мебель на ножках вот посмотрите отодвинула а под диваном и 100 вот мебель на ножках мне все-таки нравится намного больше нежели вот сейчас делают такие какие-то модульные непонятные для меня лично это не говорит потому что они плохие но для меня непонятные несу разные и очень трудны в уходе я думаю потому что все это будет пачкаться со временем может не через год но через два точно все это пылится а так вот которая на мебель на ножках ее под ней все помыл протер пропылесосил под ним всегда чисто и никто никуда не бьется этот пылесос здесь потому что я тоже все протираю тряпочкой и все про диваны часто спрашивают про диваны диваны мы покупали заказывали с дагестана еще когда был instagram я находила их в instagram переписывались с ними и они оплату берут только я уже даже не помню кто девочки если честно как они назывались оплату брали они по доставке дивана например товара это было очень удобно но нужно было ждать около месяца чтобы они сделали обилие в какой какой нужно тканью какого в нужный цвета если же у них есть что там наличие если едет это ваш город то они конечно же доставляют все быстрее мы мы покупали у производителя который находится в дагестане вот такой мебель они производят и диван и стол и стулья мы покупали у них очень хорошая мебель но нам нравится про мебель сказала часто задают вопрос очень нареканий у меня лично от этой мебели нет нам удобно нам красиво за два года ничего не просила ничего не испортилось чехол снимается я его стираю очень все удобно в уходе но когда уже все это износится ткань со временем очень мне кажется будет легко это все дело перебить просто каркас останется так вернемся к окну начинаю я его мыть все это все то же самое делаю все стираем все вымываем и пылесосим ну вот благо там мне больно мыть за диваном не надо потому что как вы видите все чисто до теперь я перехожу с уборка на кухне я помыла окна постирала шторы вымола над обеденным столом люстру и теперь засервирую стол на пасхальную тему такую сервировку можно повторить на любой кухне в ней нет ничего сложного делаю центральную композицию это будет кролик который будет нести букет выставляю свечи куда же без них мы как-то уже к ним так настолько привыкли что каждый ужин у нас проходит при свечах так скажем для ежедневного использования лучше выбирать а скатерть без рисунков и таких цветов как бежевый белый или светло-серый но оттенять обязательно нужно я оттеняю здесь с помощью вот такого красивого глубокого коричневого place мата ставлю подстановочную тарелку которую можно не убирать со стола она так может и присутствовать потом и тарелка для блюда добавляя какие-то мелочи это тостерница емкость для аджики но это у нас емкость для аджики масленка можно добавить блюдо для нарезки так далее это уже там по своему усмотрению и я обязательно добавляю каждому порционный салатник так удобно и так мы привыкли чашечки для чая зажигая свечи и добавляю бокалы с бокалов мы пьем воду соки компоты то есть бокал на столе он добавляет изысканности торжественности и с него очень приятно пить воду или сок или компот так попробуйте это очень красиво и вкуснее даже добавляю кувшин такого красивого зеленого цвета чтобы все это оттенить еще свежим зеленым цветом и вот такая сервировка у меня получилось девочки уборка продолжается сейчас я сняла шторы надо помыть в коридоре окно на кухне уже все красота сварен сварен свежий компот постерены шторы вымыты окна и готово все к дальнейшему декорированием на пасху как видите стол накрыт а засервирован потому что он сервировался не только для картинки он сервируется каждый день я решила не убирать потому что время 4 вечера скорость вся семья соберется дома и мы сядем опять-таки ужинать за этот стол зачем туда-сюда и мне носить посуда да если все равно сервировать стол на ужин так что как видите вот сервировка стала так и осталось единственное в графин а в кувшин нальется свежий компот и сейчас что-нибудь сделаю из уточки и салатик и будем ужинать ужинать до ужина еще время есть у меня целый час для того чтобы потом готовить ужин поэтому мне нужно сейчас за этот час быстренько вымыть окна и повесить здесь шторы но не только окна нужно вымыть там где у нас щиток его протереть потом нужно протереть все картины которые здесь висят зеркало промыть в комоде убрана все здесь стоит шкаф в шкафу тоже все разобрано все теперь мы его закрываем весенние весенние одежда висит обувь тоже у нас здесь хранится оба всей семьи а вот так они находятся каждое протерто бы мото разобрано что носим что не носим сейчас чтобы не болталась зимняя обувь я ее уже почистила и подняла кстати иногда задает вопрос про вот этот медальон этот медальон я делала сама эти цветы я делала из гипса и декоративная штукатурка вырезала в обоях просто форму которую мне надо задекорировала штукатуркой и обрамила обрамление сделала из вот этих вот цветов когда заходишь нас теперь вот такой по центру медальон все девочки мои окна и лишнюю штура вот мы и делали вместе с вами вернее я сделала вы понаблюдали генеральную уборку помыли окна постирали шторы помыли все углы вытерли все картины по всем углам наверху потолка везде все протерли помыли постирали повесили свежие шторы дома пахнет свежестью блок бухает чистотой впереди еще конечно же нужно вымыть кафель в ванной комнате вымыть окна в спальне скоро скоро я буду украшать дом пасхи на помыли шторы постирали но пришло время и для готовки ужина я готовлю каждый раз свежий ужин и сегодня это будет утка вот этой фирмы это наша утка по-моему татарстана это фирма в казани которая выращивает уточек фермерская очень вкусная девочки если у вас в ваших городах она поставляется не пожалеете нисколечко потому что потому что я готовлю и супы на ней бульоны просто знаете мы перестали покупать курицу когда попробовали эту утку бульоны знаете хрустальные просто прозрачные вкусные насыщенные такие хорошие бульоны для супа для лапши и для любого вообще супа и запекается хорошо и тушится потрясаю сейчас я буду делать эту утку в духовке быстро нашинковать закинуть вот такие рецепты я люблю чтобы быстренько сделать свежий вкусный ужин и полезны конечно же полезны самое важное нарезаю если шкурка хорошо ощипано а у этой фирмы она просто идеально я нарезаю вместе с кожицей потому что на кожице очень много жира и в собственном соку вот это вот и все тушится на утином так скажем бульоне берете любую форму у меня вот такая большая от эмилия анри мне она просто удобно потом я конечно перекладываю в форме по форму поменьше у меня две такие формы 1 большая на 40 сантиметров другая чуть поменьше и так на самом деле этот весь брикет он вот по таким вот частям утки который можно порционно даже заря специально почти не размораживаю в чуть-чуть размораживаю чтобы можно было резать мне так легче нарезать мясо любое она разморожена но не не до такой степени чтобы прям уж но не очень сильно нарезаю не очень так тонко но и не очень толсто видите теперь все это я складываю здесь она по вот таким кусочком у меня вот так расходится потому что я повторюсь потому что в этом куске несколько куриных грудок я еще покупаю такой брикет слегка его размораживаю чтобы можно было это все разъединить и раскладываю по отдельным пакетом эти грудки потом варю суп с них ой девочки какой суп с этой утки я не знаю прямо он восхитительный такой знаете вкус мясо бульон как в детстве так скажем помните советское время бульона были такие хорошие желтенькие насыщен как с домашней утки или курицы вот такой это бульон с этой утки многие еще него не любят утку и куриные грудки из того что думают что это сухое мясо зависит от того как вы это просто приготовить посмотрите какой мясо хорошие и все две большие луковицы нарезаем полукольцами и добавляем к мясу также к мясу добавляем картофель который нарезаем кубиками но не сильно мельчим вот приблизительно такой толщины должны быть кубиками кубики картофеля морковь можно натертую можно как у меня нарезанную кубиком добавляем также к мясу и делаем вкусный соус для соуса понадобится замороженный томат свой например если он есть и сметану или сметанный соус все это хорошо перемешиваем если нет своего замороженного томата можно томатную пасту или какой-либо томатный соус и заливаем мясом в этот соус также добавляете соль чеснок приправы и можно зелень у меня так как замороженный свой томат в нем все есть и соль и приправы и чеснок и даже хрен как а хреновина замороженная очень вкусный получается такой томатный соус в нем готовить одно удовольствие аромат стоит по всей кухне все хорошо перемешиваю ничем не накрываете не фольгой не бумага ничем и ставим по 200 градусов конвекция и где-то час-полтора будет это блюдо готовится сочная вкусная утка на ужин вам обеспечена на этом не закончится взор всего вам доброго мира и добра пока пока